Божьи слова на каждый день Сами себе пользу, чтобы не прожить свою жизнь впустую. Возможно, вас смущает, почему я говорю данные слова. Откровенно говоря, я недоволен действиями ни одного из вас, потому что вы не оправдали моих надежд, которые я питал по отношению к вам. Итак, я могу выразить это следующим образом. Вы все стоите на самом краю опасности. Как ваши прежние мольбы о спасении, так и бытовавшие среди вас устремления обрести истину и найти свет, подходят к концу. Это то, как вы вознаграждаете меня в конце, и такого я никогда не желал. Я не хочу говорить что-то, что противоречит факту. Вы очень разочаровали меня. Возможно, вы вообще не хотите оставлять этот вопрос, как он есть, и не желаете посмотреть в лицо реальности. И все же я должен торжественно спросить вас. Все эти годы, чем были наполнены ваши сердца? Кому вы верны? Не говорите мне, что это слишком неожиданный вопрос. И не спрашивайте меня, почему я его задаю. Вы должны знать это, так как я знаю вас слишком хорошо, слишком много забочусь о вас, и посвящаю большую часть своего сердца тому, что вы делаете. Поэтому я постоянно исследую вас и переживаю невысказанные трудности. Тем не менее, мне отплачивают неуважением и невыносимым отстранением. Вы относитесь ко мне настолько невнимательно, как я могу не знать об этом. Если вы верите, что это возможно, это доказывает факт, что воистину вы не относитесь ко мне по-доброму. Тогда я скажу вам, что вы обманываете самих себя. Вы все такие умные, но вы не знаете, что делаете. Тогда как вы придадите мне значение? Вопрос, который больше всего меня беспокоит, это кому верны ваши сердца? Я бы хотел, чтобы каждый из вас собрался с мыслями и спросил себя, кому ты верен, для кого ты живешь. Возможно, вы никогда серьезно не размышляли над этим вопросом. Поэтому позвольте, я раскрою вам ответ. Все люди с хорошей памятью признают следующий факт. Человек живет для себя и верен самому себе. Я не верю, что ваш ответ является полностью правильным, потому что каждый живет своей соответственной жизнью, каждый борется со своим бедствием. Более того, то, чему вы верны, это люди, которых вы любите, и вещи, которые приносят вам удовольствие. Вы даже не вполне верны сами себе. Так как на каждого из вас влияют люди, события и все, что происходит вокруг вас, вы даже не верны сами себе по-настоящему. Я говорю эти слова не для того, чтобы побудить быть верным самим себе, но чтобы раскрыть вашу верность на всякую и каждую вещь. Потому что на протяжении всех этих лет я ни разу не видел верности ни от одного из вас. Вы следовали за мной многие годы, но я никогда не получал и йоту верности от вас. Скорее, вы крутились вокруг людей, которых вы любите, и вещей, что приносят вам удовольствие, и вы настолько близко держали их к сердцу, что никогда и нигде не оставляли. Когда у вас возникает сильное желание или страсть относительно чего-то, что вы любите, это всегда происходит во время того, как вы следуете за мной, или даже когда вы слушаете мои слова. И поэтому я говорю, что вы используете верность, о которой я вас прошу, чтобы быть верным и любить объекты своей страсти. И хотя вы можете пожертвовать вещь или две ради меня, вы жертвуете не всем. И в этом не проявляется то, что вы верны именно мне. Вы верны тому, что так сильно любите. Кто-то верен своим сыновьям и дочерям, другие люди верны мужьям, женам, богатству, работе, начальством, статусу, женщинам. То, чему вы верны, никогда не утомляло вас и не раздражало. Скорее в вас возрастало желание приобрести больше вещей лучшего качества, которым вы будете верны, и вы никогда не отчаивались, достигая этого. Я сам и мои слова всегда были вытеснены на последнее место в ряде вещей, к которым вы испытывали страсть. И у вас не оставалось другого выбора, кроме как поставить их на последнее место. Кто-то оставляет даже место для чего-то, чему можно быть верным, но что они еще не нашли. Они никогда и не держали меня в своем сердце. Возможно, вы думаете, что я прошу слишком многого или зря обвиняю вас. Однако задумывались ли вы хоть когда-нибудь о том, что радостно проводя время со своей семьей, вы ни единого раза не явили верность ко мне? В такие времена не приносит ли это вам боль? Когда ваши сердца наполняются радостью, получая вознаграждение за труд, не чувствуете ли вы печаль от того, что не снарядили себя достаточной истиной? Когда вы рыдали от того, что не получили мое одобрение? Вы напрягаете свои мозги и трудитесь до боли ради своих сыновей и дочерей, но не остаетесь довольными этим. Вы все еще думаете, что не трудились достаточно усердно для них, что не посвятили им все свои старания. Но по отношению ко мне вы всегда были небрежны и невнимательны, помня обо мне, однако не впуская меня в свое сердце. Вы никогда не чувствовали моих стараний и посвящения, никогда и не пытались понять. Вы лишь на краткий миг задумываетесь и верите, что этого будет достаточно. Такая верность – это не то, что я желал так долго, но то, что всегда было мерзостью для меня. Хотя независимо от того, что я говорю, вы все равно примете одну или две вещи и не сможете вполне воспринять все, потому что вы очень уверены и всегда выбираете, что принять из того, что я говорю. И если вы все еще будете так себя вести, у меня есть запасные методы для того, чтобы отреагировать на вашу сумму уверенность, и я исполню их так, что вы признаете, что все мои слова являются истиной, а не искажением факта. Субтитры создавал DimaTorzok